следующий важный момент это отладка здесь скажем welcome.js я хочу добавить дебаггер чтобы посмотреть что у меня происходит теперь я захожу сюда обновляю и я оказался внутри моей сборки вот дебаггер я могу что-то смотреть но при этом у меня тут куча всего лишнего если я хочу скажем перейти в код конкретного модуля то я в этой простыне могу его очень долго искать это не очень-то удобно к счастью решение для этой проблемы давно существует это сорс мэпы для того чтобы в впк их включить есть специальный параметр я сейчас перейду в документацию configuration этот параметр называется devtool вот он и в devtool я могу указать что нужно сорс мэп причем тут есть различные варианты сорс мэпа давайте для начала воспользуемся вот самым что ни на есть простым devtool сорс мэп и дальше перезапускаю сборку я же изменил конфиг поэтому пришлось перезапустить и захожу сюда обновляю вот вы видите изменения теперь я нахожусь в файле welcome.js то есть я больше не нахожусь билл.js а нахожусь как бы вот здесь еще слева появилась такая вот штука в пэк и здесь я могу переходить как бы в код модулей видите каждый модуль сам по себе и например вот здесь поставлю breakpoint обновлю страничку во остановилась тут то есть полноценная отладка за счет чего в пэк создал дополнительный файл который называется build.js map и в нем в закодированном виде содержится информация о том какие были исходные файлы и где они находятся сборки стандарт source map это такая вещь которая давно существует он поддерживается браузерами соответственно браузер просчитал вот этот тот файл и в отладчике его использовал позволил нам как бы ходить по исходным файлам хотя на самом деле файл всего один вот этот физически но логически как бы структура сохраняется давайте вернемся к документации здесь есть несколько различных настроек devtool они отличаются тем что source map можно подключать и строить по-разному мы воспользовались вот этим вариантом то есть все исходники поместить в отдельный файл это достаточно долго видите build speed скорость изначальной постройки минус скорость перестройки тоже минус но при этом такой map файл может быть на production то есть теоретически мы такой собранный build.js и build.js map можем кинуть на сервер и наши клиенты не будут качать map файлы по умолчанию альтернатива это можно вот эти map файлы прямо подключить внутрь кода модуля для этого inline параметр используется то есть если я сейчас сюда вот поставлю inline source map и запущу перестройку то мы увидим что build.js 1 файл я этот build.js открою вот внизу специальным образом закодирована source map соответственно на production это ни в коем случае нельзя потому что обычные юзеры они все таки не хотят наши source map видеть source map и длинная но зато лишнего файла нет есть еще чип чип это такой параметр который говорит что нужно строить source map и без учета позиции внутри строки то есть обычно source map они отображают исходники сборку и учитывают номер строк и учитывают позицию а чип отбрасывает позицию это получает чуть покороче чуть побыстрее здесь еще настройка модул это с учетом лоудеров мы скоро к лоудерам перейдем но пока что вот так вот просто возьму модуль добавлю тип inline модуль source map вот сочетание параметров видите source map стал чуть меньше вот это вот было стало вот так ну и по-прежнему source map находится внутри модуля какие еще альтернативы есть самая пожалуй быстрая возможность здесь это и вал его от такая хитрая штука она работает совсем по-другому сейчас я ее сделаю мы посмотрим здесь пишу и вал и перезапускаю теперь посмотрим на сборку вот во что превратилась наша сборка теперь каждый модуль это и вал и в конце специальный параметр source url то есть что происходит привал source map как таковая вообще не строится вместо этого браузер получает исходный код и вал так устроен что когда у него есть source url параметр такой видите специальный слэш слэш решетка то браузер его читает и он создает вот такой вот виртуальный логический файл позволяет нам точно также его отлаживать поскольку source map строить не надо вообще то эвал это одновременно и самое быстрое по сборке по пересборке одновременно конечно на продакшен и так делать не надо поэтому тут но стоит соответственно при разработке какие рецепты рецепты простые если нужна source map на production то хороший вариант вот это или чип source map если хочется сэкономить на спичках ну а если разработка то это либо эвал либо иногда хочется чтобы тут все же был нормальный код тогда вариант чип онлайн модул source map вполне подойдет тоже